Очередной акт драмы, называющийся «История постройки канализационных очистных сооружений Южной» состоялся в Севастополе. На новый конкурс не подал заявку ни один российский подрядчик. Получается, что заработать на крупном проекте желающих нет. Но так ли это? Совсем недавно я рассказывал вам о том, в какую сторону развивается дело о пропаже 2 млрд бюджетных рублей. Тех самых, которые были выделены из федерального бюджета в годы губернаторства молодого технокрада Овсянникова на новые очистные сооружения. Напомню, кратко суд. Речь шла об аресте гендиректора компании «Биотехпрогресс», через которую бывший губернатор вывел бюджетные деньги в лопнувший банк. Так вот, несмотря на столько обнадеживающий в плане возможной уголовки против Овсянниковой информацию, все это нисколько не сдвинуло процесс постройки самих очистных. Ни одна компания не проявила интерес к строительству канализационных очистных сооружений Южной в Севастополе. Как во время аппаратного совещания городского правительства сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Владимир Базаров, на конкурс не была подана ни одна заявка. Прием заявок завершен в 8.00. Заявок не поступило, сказал он. То есть правительство России вновь выделило деньги на аванс для подрядчика, который возьмется за этот столь важный для Севастополя проект. Но это не помогло. Желающих нет. В итоге правительству во главе с Михаилом Развожаевым придется буквально идти на поклон к бизнесменам. Теперь чиновники запустят процедуру запроса предложений у компаний. У нас следующее. Запрос предложений. Точечная работа с потенциальными подрядчиками. По новой версии 44-го федерального закона. Готовьте перечень потенциальных возможных компаний, которые могут участвовать в запросе коммерческих предложений. Надо будет сегодня до конца дня обсудить. Отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Неужели в наше, не самое легкое с точки зрения экономики время, никому не нужен такой жирный государственный заказ? Это же абсурд. Полагаю, что все-таки нужен. Но есть нюанс. В период владычества Овсянникова руководимые и молодые технокрады сделали все, чтобы отпугнуть нормальный бизнес, выдавить его из Севастополя. Я неоднократно делал материалы на эту тему. Почему Овсянников действовал именно так? Я вижу как минимум две причины. Во-первых, он стремился отжать часть бизнеса в пользу себя и своей родни. Я уже приводил один пример такого подхода. Вот фрагмент. В центре Севастополя возобновилось строительство скандального ТЦ «Диалог». Подача бетона на приговоренные к сносу этажи снова началась после смены собственника ресторана «Рыбацкий стан», принадлежащего владельцу «Диалога». Надзорные органы и правительства делают вид, что ничего не замечают. СМИ тогда писали, что в обмен на возможность достроить диалог Приходько отдал семье молодого технокрада элитный ресторан. В городе говорят, что всему виной то, что принадлежащий Александру Приходько ресторан «Рыбацкий стан» стоимостью в 3 миллиона долларов теперь принадлежит отцу губернатора. И во-вторых, молодой технокрад старался оттеснить нормальные компании от участия во всех крупных проектах для того, чтобы конкурсы выигрывали его карманные бизнесмены. Те, кто согласен на проворачиваемых мутных схемах, вроде вывода денег на постройку очистных сооружений, влопнувших бан. Земля слухами помнится. Крупных строительных подрядчиков в стране не так уж и много. И те из них, кто сам не пытался получить севастопольские контракты, наверняка узнал об опыте друзей и конкурентов через сарафанное радио. В итоге среди бизнесменов сложилось устойчивое мнение, что ловить в Севастополе нормальным фирмам нечего. И это мнение теперь играет против нового главы города Михаила Разважаева. Ему и его команде действительно придется идти к бизнесменам на поклон, чтобы внушить им, что времена изменились. Ведь они, в отличие от меня, вряд ли следят за севастопольскими делами. Многие, вероятно, даже не в курсе, что в Севастополе новый временно исполняющий обязанности губернатора, который ведет себя в отношениях с бизнесом по-другому, не так, как его предшественник. Все это Разважаеву и его подчиненным предстоит не просто донести до крупных строительных подрядчиков, но и убедить их, что на этот раз никаких мутных с кем не будет, что их допустят до конкурса, что им честно заплатят и не потребуют откатов, что им дадут возможность довести стройку до конца, не портя свое бизнес-сореноме. Очерченная задача, в общем-то, не из легких. И чтобы заманить в Севастополь изгнанный оттуда молодыми технокрадами отечественный строительный бизнес, Разважаеву придется постараться. Кстати, сам проект КОС Южный, судя по отзывам специалистов, довольно кривой. Возможно, это еще одна причина, по которой нормальные подрядчики не хотят с этим связываться. В общем, там целый узел проблем, разрубить которые одним кавалерийским наскоком не выйдет. Придется распутывать, обтирая руки в кровь и поминая предшественника губернатора в разных склонениях. Справится ли Михаил Разважаев? Хотелось бы верить. Новые очистные сооружения Севастополя очень нужны, но не менее нужны ему управленцы, которые не только смогут разгрести дряное наследие Овсянникова, но и не оставить после себя новый ворох проблем. Редактор субтитров А.Семкин